Приемная кампания в Татарстане стартовала 20 июня. Прием абитуриентов сейчас ведется в 45 вузах, причем 28 государственных. В этом году в республике свыше 22 тысяч бюджетных мест, причем больше всего на инженерно-технические направления. У меня конкретный вопрос по поводу практик. Александр Деженков приехал поступать в Казань из Челябинска. Хочет стать наноинженером. Вакансий по этому направлению много, хотя была мысль учиться на айтишника. Раньше все юридически поступали, а потом специалистов в этой сфере стало очень много. Рынок перенасытился и у меня было такое же представление и по поводу айти сферы. Знакомые с кольжи, из класса, из других школ. Пойду в айти, поэтому как-то решил инженером. Сейчас предприятия занимаются импортозамещением и расширением производства. Спрос на инженеров-технологов высокий. Только Казанскому вертолетному заводу нужны 400 специалистов. Однако желающих получать образование по этому направлению не так много. Абитуриенты выбирают айти, считая, что программисты зарабатывают больше, чем инженеры. Рекомендую ребятам получать инженерные специальности. Почему? Потому что инженеры программирование учить легко. Программисты инженерии нет. И сейчас, на сегодняшний день, очень востребованные инженеры. Предприятия работают. Им очень нужны. У них есть заказы, у них есть деньги, у них есть работа. Для решения кадрового вопроса в вузах республики бюджетных мест для инженеров-технологов стало больше на 2000. Только в КНИТУ КАИ дополнительно выделили 150 мест. Я выбираю специальность. У меня сестра на следующий год поступает в институт. Приоритет направления – это инженерная специальность. Потому что сейчас это востребованная профессия. Очень большая вероятность найти работу. В КНИТУ КАИ программы обучения ориентированы под запросы работодателей. Практика с третьего курса. Если говорить о тех направлениях, где их стало больше, это, конечно же, направления, связанные с самолет-вертолетстроением и направления, связанные с радиоэлектроникой. У нас, как мы знаем, взят курс на возрождение отечественной радиоэлектронной отрасли. И, соответственно, специалистов в области электроники мы на перспективу готовим, конечно же, как можно больше. В отличие от вузов, инженерное направление популярно в колледжах. Специалист по сборке кондиционеров, сварщик, слесарь, машиностроитель. В политехническом колледже Казани сегодня наплыв девятиклассников. Желающих получить именно инженерные профессии, нужно отметить, что с каждым годом спрос растет, и желающих очень много. Студенты, которые учатся на последних курсах и которые показывают надежду, перспективу, эти предприятия их ждут, как из печки пирога. За последние три года в Татарстане стало меньше тех, кто сдает ЕГЭ по физике и профильной математике. Зато улучшились результаты. Если в 2020 году средний балл по математике был 59, в прошлом году – 64. Определиться с выбором профессии абитуриенты могут до 25 июля. Тогда завершается приемная кампания в вузах. В колледжах и техникумах продлится до 15 августа. Сирина Васильева, Игорь Оманов, ТНВ, Казань.